Продолжим разговор об образовательном векторе стратегии после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Во второй части телевизионного обзора новостей вы увидите. Сделать спорт доступным для всех горожан задача не из легких, но главное сделать его таковым для подрастающего поколения. И если не привлечь детей к занятиям в секциях, то хотя бы обеспечить школьников помещениями для уроков физкультуры. Решат ли проблему быстровозводимые залы и сколько стоит один комплекс, расскажу я, Ольга Нахаева. Кино, мастер-классы и домино. Сургутский краеведческий музей поделился планами на текущий год, открыв журналистам все карты. Что общего у учреждения культуры с Кареном Шахназаровым и журналом National Geographic, знает Антонина Новикова. На полпути к плей-офф. Баскетбольный университет Югра прошел экватор сезона. Клубу до серии игр на выбывание осталось провести шесть домашних матчей и два на выезде. На какой строчке турнирной таблицы Суперлиги стоит сегодня сургутская команда и в каких рейтингах отметились студенты, Дмитрий Подлесной расскажет. Мы продолжаем подводить итоги уходящих семи дней. Каким был тон минувшей недели, вам рассказывают корреспонденты редакции информации «Сургут Интерновосей» и я, Ирина Плеско. Вернемся к стратегии развития Сургута и обсудим один из пунктов вектора образования – возведение современных спортивных комплексов на территориях городских школ. Всего в планах построить девять быстро возводимых площадок. На сегодняшний день четыре уже функционируют. Две готовятся к открытию. Оснащенные залы решили проблему недостатка помещений для третьего урока физкультуры в школах. Также в них расположились и спортивные секции. Какие еще мероприятия проводят в быстро возводимых комплексах и сколько стоит один такой объект, знает Ольга Нахаева. Для восьмиклассника 38-й школы Артема физкультура с недавних пор стала любимым предметом. Занятия в просторных залах современного быстро возводимого спортивного комплекса позволяют заниматься разными видами спорта – баскетболом, волейболом, легкой атлетикой и даже шахматами. Для учеников, которые по состоянию здоровья не могут выполнять нагрузки школьной программы, есть уголок, где можно пополнить теоретические знания. В зале есть все для полноценных занятий, даже организованы дополнительные спортивные секции и проводятся соревнования. Спортзал очень нравится, он достаточно просторный, в нем легко играть в волейбол, в баскетбол, все для этого есть. У нас проходят часто эстафеты, соревнования между классами по баскетболу, волейболу, побегу. Быстровозводимый комплекс – площадка не только для уроков физры и соревнований. Летом, когда у школьников каникулы, здесь организовывают лагерь с дневным пребыванием детей. Помещение для спорта используют и как избирательный участок. Сейчас руководство учебного заведения планирует в стенах быстровозводимого комплекса готовиться к труду и обороне. Наша школа является площадкой по переезжающему внедрению Всероссийского комплекса готов к труду и обороне. И сейчас, начиная с февраля месяца, на нашей базе будут приниматься в общегородских масштабах нормативы по общей физической подготовке. В прошлом году наши дети в переезжающем режиме уже сдавали нормативы готов к труду и обороне вместе с своими учителями. Быстро возводимый спортивный комплекс на территории 38-й школы торжественно открыли и запустили в работу в 2013-м. На тот момент в городе было построено 4 таких объекта. Кстати, возводить их начали после появления в школьной программе дополнительного часа физкультуры. Идея данного строительства, данной программы, идея возникла после того, как были запрещены занятия, проведения занятий спортивной направленности в подвалах, в цокольных этажах. И самое главное, это с введением третьего урока физкультуры. Введение третьего урока физкультуры, это повлекло увеличение времени. Естественно, спортивные залы образовательных учреждений не могли справляться с этим. Поэтому была инициирована данная программа. Построили первые быстровозводимые залы как раз на территориях тех школ, где недостаток спортивных площадок ощущался особенно остро. На сегодняшний день из 9 запланированных к возведению объектов полноценно функционируют 4. Еще 2 готовятся к открытию. 3 зала планируется построить в 1, 5 и 12 школах. Однако теперь изменится схема, по которой возводились объекты. Раньше чиновники опирались на конкурсы по привлечению инвесторов. Сейчас, чтобы включить средства в бюджет, необходимо будет подготовить тендерную документацию и проводить конкурсы на строительство. По механизму муниципального частного партнерства данный вопрос тоже на сегодняшний день пока не определен, потому что все нормативные документы еще не готовы. Несмотря на изменения, построить два зала должны уже в этом году. Эти быстро возводимые объекты также используют для уроков физкультуры и для секций различных спортивных учреждений города, которые разгрузили свои помещения. Единственный вопрос, который нас, депутатов, и меня лично мучил, это загруженность данных объектов в вечернее время. Изначально мы планировали, что этот объект будет центром притяжения всей дворы и всех взрослых, кто занимается спортом всего микрорайона. Построить современный спортивный комплекс можно менее чем за год. Средняя стоимость объекта около 80 миллионов рублей. В этом году быстро возводимые залы станут подспорьем в проведении мероприятий по сдаче норм ГТО для 27 тысяч детей. На сегодня, кстати, решен вопрос и с посещением спортзалов жителями микрорайонов. Раньше с этим возникали проблемы. На сайтах школ, в которых есть эти спортивные комплексы, размещена информация о том, что, если есть желание, например, в выходные дни или в период весенних каникул, когда менее загружен спортзал в связи с отсутствием уроков, если есть это желание, то необходимо заявить о своем желании и совершенно законным образом оформить разрешение на занятия в этих спортивных залах. О сроках начала строительства новых быстро возводимых залов на территориях школ Сургута пока ничего не известно. Всю необходимую работу департамент образования уже провел. Сейчас дело за другими ведомствами – доработка формата муниципально-частного партнерства. Ольга Нахаева, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. Салют победы, боевой карандаш и летят журавли. В Сургутском краеведческом музее подвели итоги года прошедшего и поделились планами на будущее. В преддверии года кино здесь открыли фотовыставку, состоящую из кадров, сделанных на съемках военных фильмов. Чтобы создать такое собрание, сотрудники музея вели переговоры с Мосфильмом и лично с Кареном Шахназаровым, который охотно пошел навстречу. На пресс-конференции сотрудников музея побывала Антонина Новикова. О планах краеведческого смотрите далее. Чем сможет похвастаться краеведческий музей в этом году, так это качественными фотопроектами. В их рамках состоятся мастер-классы, творческие встречи и даже показ фильмов. В апреле-май мы порадуем Сургутян уникальной выставкой. Она организована журналом National Geographic и при участии Русского географического общества по итогам конкурса «Дикой природы России». Этот конкурс проводится журналом с 2011 года. В 2015 году на конкурс было прислано более 50 тысяч фотографий. И условием этого конкурса является, фотографии должны были быть сделаны фотографами только на территории России. Уникальные фотографии повествуют о прекрасных уголках нашей Родины. Всего более 170 работ. Главный редактор знаменитого журнала Александр Грек пообещал сам приехать на открытие экспозиции. Конечно, уже запланированы так полюбившиеся сургутянам «Ночь в музее» и «Ночь искусств». Акции очень удобны не только посетителям, которые заняты на работе. По признанию директора краеведческого Марины Селяниной, это отличный шанс всему коллективу хранилища истории выйти в зал и напрямую пообщаться со своей аудиторией. Так сказать, наладить обратную связь. «Ночь искусств» у нас стартует новый цикл мастер-классов по проекту «Нерам Ях». Вы знаете, это наш проект, который получил знак «Сделано в Сургуте». Да, правильно говорю, знак же он у нас называется. Это действительно проект, который начинался с нуля, создан нами. И дальше, естественно, будет развиваться, опять же, это результаты научно-исследовательской работы экспедиционной. Так что это вот что-то новое, что мы тоже решили пока где-то скрыть, где-то, естественно, доработать до ноября. «Ночь в музее» состоится 21 мая, а «Ночь искусств» – 3 ноября. Также коллектив музея ждет всех желающих пообщаться лично в каждый последний четверг месяца. Научные сотрудники обещают рассказать посетителям все секреты, которые еще нигде не напечатаны. Ну а главную реликвию, которую готовят к экспонированию, держат пока за семью печатями. Не показали даже журналистам. В марте месяце будет вам, вашему вниманию, продемонстрировано уникальный, во-первых, средневековый сервиз. Отдельно я его так озвучу, средневековый сервиз. И предметы из белой бронзы. Это средневековая таревтика. Это очень красивые, просто красивые предметы. Сургутян приглашают на еще одну ярчайшую и необычную выставку. 21 мая расскажут и предметно покажут, почему Фарман Салманов испытывал настоящую страсть к футболу. Антонина Новикова, Екатерина Любешева, Сергей Колотов. Специально для телевизионного обзора новостей. На полпути к плей-офф. Баскетбольный клуб «Университет Югра» на уходящей неделе уступил в борьбе за вторую строчку в таблице Суперлиги Новосибирску. Сургутяне проиграли с разницей в одно очко. Это, впрочем, не мешает студентам вполне успешно бороться за высокие места по итогам первой стадии турнира. При этом большую часть из оставшихся игр наша команда сыграет на домашней площадке. О том, как подопечные Сергея Ольхова чувствуют себя после экватора сезона, расскажет Дмитрий Подлесной. Баскетбольный университет начинал этот сезон в статусе темной лошадки. Годом ранее команда впервые за много лет не вышла в плей-офф, завершив регулярку на девятом месте. При этом разделив показатели с Рязанью и Спартаком Приморье, который, по мнению многих, в силу тех или иных причин сдал последний матч столичному МБА. В случае победы красно-белых над москвичами во второй раунд выходил бы именно университет. В прошлый сезон у нас другая команда была, понимаете, там был вариант, мы могли попасть в восьмерку, мы и попадали, если бы не присутствовал этот, как говорят, тип, честной игры. Когда нас просто подставили. Поэтому могли бы там в плей-оффе играть, не знаю, как бы сыграли, но, по крайней мере, могли играть в плей-оффе. В сезон 15-16 университет начал ни шатка, ни валка. Поражение в Рязани, Перми, победа на Дыжевском, в гостях и тем же Спартаком из Владивостока в Сургуте. В текущем сезоне приморцы, к слову, растеряли почти весь свой состав. Часть игроков и тренерский штаб перебрались в Южно-Сахалинск, где была создана и заявлена в Суперлигу новая команда. Сахалину, который и сейчас идет в лидерах, сургутяне уступили. При этом на своей площадке. Сургут – хорошая команда, хорошая команда. И однозначно, играть с ними дома непросто. Что-то у нас получалось, что-то нет. Где-то игроки поймали синдром такой команды, когда каждый может выйти забить, но в то же время все не хотят брать на себя и передают мяч. В матче второго круга университет сотворил сенсацию первым из всех команд, обыграв Сахалин на его площадке. Этой победой сургутяне практически подвели черту под серией выездных игр. Теперь большинство из оставшихся матчей домашние. И победить в них – значит создать себе комфортный задел для более высокого места по итогам регулярного чемпионата. Думаю, что этот год за нас очень интересный. Думаю, что вернемся. Думаю, что наша цель этот год будет в финале, как и всегда. И думаю, что за такой командой мы это сможем сделать. Клуб изменился. В этом сезоне средний уровень баскетболистов примерно одинаковый. Еще годом ранее соперники прекрасно знали, с кем надо играть плотнее, чтобы обыграть университет. В этом чемпионате все иначе. Никола Липоевич, Антон Агиев, Глеб Герасименко, Денис Хлопонин, Павел Буренко, Александр Пушкин. Это люди, которые могут забить дальний или средний бросок, атаковать из-под счета. У нас такая команда может выстрелить любой. Есть определенные снайперы. В прошлой игре выстреливают одни, в другой игре могут выстрелить другие. Павел Буренко занял позицию легионера вместо центрового Александра Рындина. В наш клуб он перешел, имея за спиной опыт выступлений в чемпионатах Украины и Латвии. Но именно российскую лигу баскетболист расценивает как шаг вперед в своей карьере. Для меня это шаг вперед. Я не скажу, что тот чемпионат намного сильнее второй российской, ну, суперлиги. Такие же ребята, примерно такой же уровень. Да, есть там парочка хороших команд, но там не парочка. Там была парочка, а здесь команд 10, примерно одного уровня. Намного интереснее играть в таких условиях. И действительно, турнирная таблица отражает примерное равенство коллективов. От третьего до восьмого места команда отделяет два поражения. Университет на четвертой строчке чемпионата. И до второй позиции сургутяне не добирают пока одной победы. Между тем, лучшим снайпером суперлиги является сургутянин Никола Липоевич. Еще один представитель университета Александр Савенков, один из лидеров во всей лиге по подборам. Секрет, как считает главный тренер команды Сергей Ольхов, в том, что сургутяне позже других начали предсезонные сборы. Начиная тренироваться в сентябре, уже к декабрю студенты набрали приличную форму. В этом году тоже так же получилось. Ну и я сейчас скажу, у нас самый такой сбалансированный состав в нашей лиге. У нас нету слабых мест и защитники, нападающие, и центровые. Поэтому вот эта работа на тренировках, и она и принесла свой результат. Я думаю, на данном этапе я не буду, как говорится, ничего скрывать. Я считаю, что наша команда по силам должна играть в финал. А как получится, посмотрим. До конца первой стадии чемпионата университету предстоит провести шесть матчей дома и два на выезде. Завершится двухкруговой турнир 24 марта. И дальше, вплоть до мая, запланирована серия плей-офф. Но в нее еще, разумеется, надо попасть. Дмитрий Подлесной, Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Денизонов. Специально для телевизионного обзора новостей. В завершении выпуска, как обычно, коммерческая информация и прогноз погоды. Два зимних месяца уже позади, а мороз в этом году нас так ни разу и не испугал. Что ждать в первую февральскую неделю, расскажет Алина Белявская. А я, Ирина Плеско, прощаюсь с вами. Увидимся через неделю в это же время. Смотрите наши новости, и вы всегда будете в центре событий. До встречи на наших каналах. Алина Белявская, Дмитрий Круковец. Аксессуары, брелоки, печатки, зажилы для галстуков, часы, крупные цепи, браслеты. Большой выбор обручальных колец из белого, красного и комбинированного золота. Для детей цепочки, серьги, кольца, подвески. В магазине Адам новое поступление изделий из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. Большой выбор столового серебра, ручек, а также свежий ассортимент ювелирных изделий из золота. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3, 2, телефон 377-877. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю. С 1 по 7 февраля. В студии Алина Белявская. В меховом изделии от салона меха и кожи с оленей коллизионе. Генеральный партнер прогноза погоды компания «Сипромстрой Югория». Компания «Сипромстрой» предлагает готовые квартиры в 38-м микрорайоне возле ТРЦ «Аура». Различные площади и планировки со свидетельством о регистрации. Квартиры от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пожалуй, самая низкая цена в городе. Дома очень теплые. Экономия в оплате жилищно-коммунальных услуг до 35%. ООО «Сипромстрой Югория». Отделы продаж 600-190-6192. Квартиры в готовых домах от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Подробности по телефонам в Сургуте. 600-190-6192. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Атлантические циклоны будут доставлять в Западную Сибирь снеговые тучи и теплые воздушные массы. Ощутимое потепление придется на середину недели. И только выходные. Поток согретого воздуха начнет иссякать, а столбики термометров поползут вниз. В начале недели облачно, временами снег, возможно метель. В понедельник температура ночью минус 15-20, днем на 5 градусов выше. Во вторник ночью 10-15 мороза, днем минус 2-7. В середине периода сохранится ненастная и ветреная погода. В среду ночная температура воздуха 5-10 ниже нуля. После полудня от нуля до минус 5. В четверг на столбиках термометров ночью 4-9 градусов мороза. Днем минус 1-6. В салонах обуви «Саламандр» финальные скидки. До 50% на зимнюю коллекцию. Саламандр – это стиль, качество, чувство, уверенности. Успейте купить в салонах обуви «Саламандр» коллекцию «Весна-лето» по ценам 2015 года. В конце недели облачно с прояснениями снег. В пятницу ночью минус 3-8, днем минус 2-7. В субботу в течение суток от 7 до 12 градусов мороза. И в воскресенье к утру до минус 17, а днем до 15 градусов ниже нуля. Антикризисные цены в «Карапузе». Комод, кроватка, комплект белья по супернизким ценам. Покупайте по отдельности или все вместе всего за 9997 рублей. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Нужна недорогая, качественная и модная мебель. «Фабрика Комфорта» проводит акцию «Переоценка ценностей». Теперь наша продукция стала еще доступнее. Шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские. Из экологически чистых материалов по новейшим технологиям. Улица Киртбая, 19, торговый центр «Магаз», 3-й этаж. Телефон 75-82-82. Фабрика Комфорта поздравляет своего 10-тысячного покупателя и благодарит за хороший выбор. Первым 100 покупателям дополнительная скидка и подарки до конца января. Мода «Солени Коллизионе» для женщин. Мода «Солени Коллизионе» для мужчин. Модная в этом сезоне зимняя коллекция в салоне кожи и меха «Солени Коллизионе». «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю солнечной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания.